Как обычно, при сном лежа на своей кровати, я просматривал ленту новостей ВКонтакте на своем мобильнике. Ничего необычного, прикольчики, девочки и всякого рода новости. Из окна непрерывно лил осенний дождь, сопровождаясь гулкими раскатами грома. В открытое окно неожиданно влетел порыв ледяного ветра. Окно хлопнуло. Незамедляя подскочив, я закрыл его, кинул мобильный телефон на постель. Телефон завибрировал, оповещая о сообщении в соцсети. Прыгнул под теплое одеяло, я взял в руки телефон. Во вкладке появилось оповещение о запросе добавить друзья. С интригующим рвением я тыкнул пальцем на аватар. Телефон немного повис. Открыв страницу пользователя, странные фото, на которых невозможно было разглядеть лицо. Было размыто некой рябью, но было видно, что это была девушка с длинными и светлыми волосами. Глаза были посажены глубоко, словно две темные упадины. А имя пользователя напечатано странными символами, которых я еще не видел ранее. Сославшись на спам, я нажал кнопку «Оставить в подписчиках». Полистав еще немного ленту, телефон снова завибрировал. И пришло то же самое уведомление. Но кнопки «Оставить в подписчиках» уже не было. Люк, подумал я и отключил телефон. Бережно положил его на тумбочку. Немного поразмыслив о смысле своей жизни, я провалился в мир морфея. Несмотря на то, что за окном неистово буйствовала погода. Прохладный и влажный воздух наполнил мои легкие. Я открыл глаза и увидел свет на потолке, исходящий от тумбочки, где лежал телефон. Сомнений не было, что это он был. Свет его сопровождал раздражающей вибрацией. В комнате стало очень холодно. Этот холод пронизывал мое тело до костей, обращая кровь в венах льдом. Из-под кровати начал подниматься густой туман, избиваясь спиралями, еще больше нагнетая во мне ужас. И тут же в дальнем углу я заметил темный человеческий силуэт. Холодный и парализующий страх пробрался в самые глубины моей души. Я попытался привстать и осмотреться вокруг, но понял, что не могу двигаться. Мои руки и ноги были тяжелые, словно камень. Каждая мышца моего тела была парализована. Внезапно из темноты появилась фигура девушки с длинными волосами, лицо которой было невозможно разглядеть. Оно было словно с рябью, живой рябью. Точно такой же, что и на аватарке той девушки ВКонтакте. Что так хотела быть моим другом? Она приближалась ко мне словно по воздуху. Телефон будто сошел с ума. Вибрировал все сильнее. Комната, обятая туманом, словно стала двигаться. Давить, ходить ходуром. А призрачная фигура приближалась все ближе и ближе. Теперь мне можно было разглядеть стройную женщину с округлой грудью и тонкой талией. Проплыв по воздуху, она зависла надо мной. Она вся прикоснулась ко мне. Ее лицо почти коснулось моего лица. Впрочем, я едва ощущал ее прикосновение. Лицо призрака мерцало потусторонним светом и казалось окочневшим и мертвым. И только в ее черных глазах, сосредоточившись в подобии жизни, той темной ее стороны, которая, видимо, зовется злом. Она смотрела на меня, пробираясь куда-то в душу. Ее лицо исказило с гримосой страдания. Невыносимый страх и тревога сдавливали мне сердце. Я пытался кричать, но голос меня не слушался. Страдая от ужаса, я пытался встать. Но и это не получалось. Вдруг я почувствовал тяжесть в всем своем теле. И моя грудная клетка сжалась, не давая мне продохнуть. Я снова и снова пытался вытолкнуть из себя хоть крупинку крика. Но из моего рта вылетали лицклипы. А в ночном небе, не переставая, мерцал свет молнии. И бесконечный оглушающий раскат грома накладывались один на другой, не успевая затихнуть. В диком ужасе я очнулся под еще один звук, раздавшимся в небе. Приподнявшись на кровати и углядываясь в ночную мглу, прислушался, а сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом к тихим неясным звукам, доносившихся неведомо откуда и редкие промежутки затишья. Когда ослабела буря, зарывавшая за окном, и порывы ветра развевали тюль. Хотя я точно помню, что закрывал его. А на тумбочке светился телефон с запросом добавить в друзья ту самую девушку.